На Высокогорье состоялись первые старты первенства Забайкальского края по конькобежному спорту. Наш корреспондент Александр Носиков наблюдал за спортивными баталиями. В официальном календаре спортивных мероприятий эти соревнования названы краевыми, но на льду все иначе все 60 участников, вышедших на старт, воспитанники Читинских спортивных школ. Из районов на этот раз никто не приехал. По словам руководителя Краевой Федерации конькобежного спорта, причина проста в глубинке, подростков просто тренировать некому. Поэтому эти соревнования сами организаторы больше позиционируют как обычный отборочный этап перед действительно большим событием за беги на призы Людмилы Титовой. Вот там Читинцам придется побороться. С Иркутска можем тягаться, можем тягаться, но с другими регионами. Просто нужно старание, терпение и тренировки. Мария Стебенькова прошла спринтерскую дистанцию в 500 метров за 48 секунд. По словам тренера, это хороший результат. Похожее время продемонстрировали еще несколько спортсменов. И это несмотря на то, что на лед они вышли, едва вернувшись с другого турнира. Вот мы позавчера приехали с турнира приза заслуженного на тренера СССР Владимира Ивановича Кобзева из города Хабаровска. Ну и в принципе выступали сильнейшим составом нынче мы там. Много было победителей и призеров, но хотелось бы отметить старший возраст, которые на полуторки встали на пьедестал. Весь наш был пьедестал с первого по третье место. Эти соревнования на Высокогоре продлятся два дня. Победителей назовут после того, как состоятся финальные забеги на тысячу метров. Александр Носиков, Виталий Квашнин. Вести ЧК.